Камир Рифатович, я очень рада вас видеть снова в онлайн. Спасибо большое, что согласились выйти в прямой эфир. Вы, наверное, слышали, что у нас сейчас происходит в Казахстане. У нас вторая волна коронавируса. Мы снова сидим на жестком карантине дома. И практически в каждой второй семье Казахстана, если можно сказать, не в каждой семье, есть жертвы этой болезни. Я сама потеряла бабушку, переболела короной. Вот сегодня я сдала ПЦР, надеюсь, выйдет отрицательный. То есть ситуация на самом деле очень страшная. И мне бы хотелось с вами поговорить о страхах, потому что когда я сама заболела, это было, получается, две недели назад, мне стало страшно. Страшно за себя, за своих детей, за родителей. Затем у меня бабушка умерла. И мне кажется, что паника опаснее, чем коронавирус. И вот хотелось бы от вас получить, знаете, мотивацию, веру, надежду. И как быть спокойным вот в такой ситуации? Как вернуть это спокойствие? Потому что я знаю, что иммунитет очень ослабевает из-за страхов. Ну, давайте попробуем. То есть тема не из простых, тем более, что в мире это глобально и происходит, и много об этом говорится, и даже психологически это все в том числе активизируется. Хотя на днях общался с одним финансистом, ну, просто советовался по некоторым финансовым моментам в мире происходящим, тенденциям. И он интересно сказал. Говорит, вот, если обратить внимание, сейчас даже СМИ чуть начинают уменьшать градус вот этого информационного давления по коронавирусу. Потому что, ну, не для того, чтобы занизить показатели, а для того, чтобы, ну, людей потихонечку, психологически уже отключать от этого. Даже у вас я, когда утром увидел, делал перепост, увидел комментарий, одна женщина написала то, что ее знакомая поехала делать КТ, и ее не успели довести. То есть у нее все нормально, здоровый человек. То есть у нее какие-то симптомы пошли простудные. И женщина просто-напросто еще ей КТ-то не сделала, и она умерла от разрыва сердца. То есть, как вы сказали, да, включаются очень непростые механизмы в нашем организме, когда мы все больше боимся. Ну, и понятие страха, есть две вещи в страхе. Либо он парализует, либо он мотивирует, активизирует. И вот, к сожалению, большинство питающиеся, как я обычно говорю, там тот же самый информационный фастфуд, то есть они вбирают все подряд, и в немалой степени именно то, что запугивает. Но даже сегодня я анализирую, о чем мы будем с вами говорить, чтобы все-таки людям было максимально полезно. Вот мой мозг, например. То есть я всегда сторонник смеяться, улыбаться. Да, необходимая причина для здоровья дела, это еще обсудим. Но даже когда буквально вчера вечером дети решили посмотреть одну комедию, то есть там про врача. Хорошо. И там момент, который психологически, то есть напряженный. Я говорю, я и так другими делами занимался, подходил к ним. Потом я говорю, я не буду. То есть вот анализируя себя, фильмы ужасов, то, что опечаливает, различного рода драмы, мелодрамы, я никогда не любил. То есть вот информационные потоки, то есть они, я прямо их чувствую, как они начинают заходить у меня и напрягать мою нервную систему. То есть когда, здесь какой нюанс? Когда вы выстраиваете свой внутренний мир в полное спокойствие, так как верующий человек и вообще как бы человек, который умеет медитировать ли, молиться ли, так как бы спокойно выстраивать, последовательно, своевременно восстанавливаться. По сути дела, как говорят, то есть внутренняя тишина потихонечку образуется. И в том числе психологи говорят, то есть ты начинаешь слышать себя. Как один специалист по нейробиологии, он сам на себе начал такой опыт производить, то что отключился от радио, телевизора, новостей на месяц и только через месяц, он говорит, я себя услышал. И вот здесь какой нюанс? Вот я слышу свою тишину. У меня есть свой распорядок, свое расписание, свои дела, свои приоритеты. И я чувствую сразу, даже вот какая-то тональность. Некоторые фильмы даже в iTunes я покупаю, например, я лечу в самолете, обычно там их смотрю, скачиваю, смотрю. Хорошо. Я чувствую напряжение внутреннее. То есть как бы, ну, напряжение начинает переживать за героя. Там нет адреналина или нету мудрости, а начинается какое-то напряжение. Я ставлю на паузу. То есть вы слышите свой внутренний мир. Зачем вам, то есть с чего это, брать ту информацию, которая вас напрягает? Потому что напряжение, хотите или нет, то есть я чувствую, что это как семя попадает в мой внутренний мир, и оно может дать рост. Одно с ними, второе, третье, потом все это зарастает. И, конечно же, когда ситуация заболевания, ситуация финансовых трудностей, ситуация каких-то еще там, семейных трудностей, и у человека, а там уже почва, как таковая, для беспокойства, она, у него нету этой устойчивости, нету запаса. И может происходить просто-напросто взрыв. То есть люди там, суицидом заканчиваются, вредными привычками и так далее. Человек не выдерживает, у него запаса нет. Хотя я всегда говорю, должен быть запас сил, запас энергии, запас денег, запас отношений, всегда должен быть запас. Поэтому, А как вот накопить этот запас? То есть откуда его брать? Да, теперь, ну вот запас как таковой, как есть понятие в деньгах, это экономист. То есть люди, вот психология денег, мне это очень интересно, и тренинги веду по этому поводу, и так далее. И мне нужна вот эта вот именно психология. Потому что я с ними отношения имею, в том числе с немалыми суммами. И с миллионами рублей, и сотнями тысяч долларов, и так далее. И вот эта психология, то есть, например, даже на каких-то проектах я уходил в минус сотни тысяч долларов. И я сам себя слышу, влияют они меня или нет. Одно из тех вещей, которым я учу на моих финансовых тренингах, отвязать деньги от сердца, отвязать деньги от мозга. То есть это, и мне было приятно, что на меня это никак отрицательно не влияет. И вот здесь запас, но психологически, даже на днях, например, по одному сотруднику определенная сумма, то есть ему передается, которая была должна быть передана мне. И я им говорю, да, у тебя есть определенные расходы, пожалуйста, я знаю, что ты на нужное, но очень быстро начинаешь тратить. Пожалуйста, со мной согласовывай, то есть предпринимая меры, потому что ему очень сложно, на нужное, да, но это можно было и не тратить. И вот здесь в деньгах нужно уметь сдерживать. В эмоциональном плане нам хочется включить телевизор. Ну просто так, потому что нам для многих тягостна внутренняя тишина, либо внешне. Им нужен шум, 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 чтобы не слышать глубину своих проблем. То есть внутренние беспокойства, переживания. А что там, человек налил там бокал водки, выпил сигарету, включил новости, или включил футбол, вроде как и не слышно проблем. Они как-то вроде как и залиты, и решены. Но на самом деле, внутренний постоянный стресс, рано или поздно, он все равно даст о себе знать, тем или иным психологическим, или физическим взрывом. Поэтому здесь, а нужен запас. То есть вы просто, как человек, легко может тратить деньги, когда они легко доступны, здесь то же самое. Телевизор легко доступен, там ребенок, взрослый, просто берет пульки, его включает. Просто как фон. Это неправильно. Потому что первоочередно, тем более в современных ситуациях, то есть нужно максимально. Вот родственников... То есть отключиться вообще от социальных сетей и не читать, потому что действительно открываешь утром фейс. Не беспоспитываться на тех, кто вас напрягает. То есть недавно я проводил трехдневную обинар. Там много было участников. В том числе были личные консультации. И вот, когда я проверял те, у кого были личные консультации, там был вопрос, насколько аккаунтов вы в Инстаграм подписаны. Сто? Двести? Триста? Тысяча двести? Две тысячи? Я говорю, представьте себе, что через ваш мозг проходит, ну каждый по одному посту, если сделать, сотни картинок. Во-первых, у вас не останется сил, в том числе мыслительной энергии, потому что эти картинки, они поедают вашу энергию. Вы в любом случае думаете, вот, это вот так, или это вот так. То есть мозг просто начинает анализировать чью-то жизнь, чей-то контент. То есть я сказал, ставьте десять, которые вас мотивируют, заряжают, воодушевляют, успокаивают, просвещают. Но ограничения поставьте. И вот здесь мы хотим накопить запас для психологической устойчивости. Мы, насколько можем, вот телевизор максимально убрать. Новости. Всегда, это еще с конца 90-х психологи говорили, новости самые худшие. Фильмы ужасов, новости, то есть там есть несколько вещей, которые самые худшие для нашего мозга. Это выключить. Но безусловно, от телефона нет. То же самое, несколько аккаунтов, которые для вас полезны, информационно, оставьте. И несколько книг положите. На сегодняшний день есть там аудиокниги. Возьмите там, скачайте аудиокнигу. Или там электронные книги вычитайте. То есть некий такой информационный запас, чтобы вы с одной стороны негатив остановили, а с другой стороны, чтобы вы включили вот эту вот внутреннюю плодородность, семена, удобрение, орошение. То есть этим внутренним миром нужно заняться. И вот люди, когда они напрягаются, человек может сказать, ну вот сейчас у меня уже такая ситуация, например, я болею. Хорошо. Или кто-то близкий болеет, я за него переживаю. Вот даже ситуация, касательно я болею после 30, у меня было несколько сложных заболеваний, в том числе операции на сердце, по сути дела, это такая, между жизнью и смертью, ограничащая. Я всегда в том числе мониторил себя, свой внутренний мир, свой внутренний голос. Я всегда был спокоен. Две боли, которые я очень сильные боли испытывал, это сегодня даже опять же анализирую перед эфиром нашим с вами. Первое, например, когда мне один врач, хорошая клиника, все, но они мне прописали проколы. Это было уже лет 15 назад. Прокол, он чем неприятен? Вам прокололи, хорошо, промыли, ладно, гаймаровые пазухи. На второй день вы приходите, у этого у вас в голове, у вас там открытая рана, она за ночь заживает, и вам по открытой ране опять делают прокол. Это очень, боль в вашей голове очень неприятная. В этих ситуациях, я даже сам думаю, то есть я человек верующий, у меня полностью, вся вот эта боль, она переходила в молитву. Вся эта боль переходила в молитву. Я даже думаю, как люди неверующие, как им, ну, реально больно. Куда они девают эту боль? Я могу ее направить в молитву, обращение к Богу. А куда человек направляет ее, который не верит в Бога? Ну, поэтому и говорят, что когда человеку на самом деле сложно, очень трагично и больно, у него просто эти люки все открываются, он все равно устремляется к Богу. Хорошо. И плюс, самая такая, наиболее ощутимая боль, это после операции на сердце. Это операция была с большой потерей крови, как обычно, потому что там все разрезают, там и легкие, и распиливают грудную клетку, сердце вытаскивают, все, потеря. И потом определенную жидкость, то есть не чужую кровь, определенную жидкость заливают, некоторое количество, все зашивают, все закрывают. И там обычно оказывается, организм наш очень совершенен, если остается где-то в пустых местах, какое-то количество жидкости остается, то оно обволакивается клетками. Но зато вот этот вот, такой некий пузырь, так леточный, он остается в этом где-то в пустом промежутке. И у меня осталось прямо под ребрами две такие штуки, они остались. Я когда ложился спать, мне давали очень сильно обезболивающее, да, потому что это все распило, все, то есть вечером начиналась сильная боль. Хорошо, но через несколько часов после обезболивающего я просыпался от невыносимой боли, это одно, а второе, причем весь мокрый, вся кровать мокрая от пота, то есть организм же чувствует боль, ее просто приглушают. И при этом, я потом еще спросил, они говорят, у вас просто-напросто эти два шара, то есть я, мне приходилось вот так поднимать, то есть три часа поспал, поднимаю кровать, автоматически, почему? Потому что когда я лежал, вот эти два шара, они двигались и прямо по моим нервным окончаниям. То есть это очень, очень такое болезненное состояние. И опять же, я полностью, ну вот это выражение, которое все знают, но мало кто применяет, полностью переключить свое отношение. То есть опять же, я все это переводил в молитву и в анализ, то есть просто прокручивал какие-то приятные встречи, картинки, беседы, то есть чего-то будущего, то или иное, то есть сам себе включал какой-то приятный фильм внутреннего воодушевления, а боль всю старался отдать Богу. Другой момент. Опять же, анализируя. Порой я сталкивался с повтором того или иного заболевания. То есть, как сказал, было несколько тяжелых заболеваний. И хоп, где-то я не уловил. То есть за последние 15 лет я понял свой организм, я знаю, где что... Вы его слышите, да? Да, то есть заранее, то есть как слышать внутреннюю тишину, так как свое психологическое состояние, точно так же слышать свое тело. То есть я уже за эти годы тот или иной намек на какой-то симптом, я сразу... То есть помимо того, что я заранее, у меня есть определенное расписание и питание, помимо этого еще, если появляется симптом, сразу его в начальном этапе убрать. Но здесь как раз есть другой нюанс психологический. Когда я сталкивался, то есть, например, это заболевание, оно приводило к резкому возрастанию температуры, заражению в кровь и так далее. И однажды меня с трудом откачали уже на антибиотик и на капельнице. И потом, хоп, я вдруг чувствую, что через какое-то время после операции на сердце видно, где-то иммунитет ослаб из-за искусственных элементов внутри организма. И у меня резко включается одно заболевание, оно очень-очень болезненно, неприятно. И психологически, опять же, когда ты себя слышишь, нагнетается немножко такая паника, потому что ты знаешь, какая боль после этого последует. То есть, что произойдет. Причем это то заболевание, которое вот так вот выпил таблетку, и оно прошло, оно не из такой категории. То есть, там нужна именно нужна госпитализация. И вот опять же, в этих всех нюансах всегда, то есть, не важно у вас финансовые сложности, семейные, в отношениях, или физическое здоровье, абсолютно не важно. Всегда решение. То есть, наш мозг, он в здоровом состоянии вырабатывает энергию. Когда какой-то элемент, напрягающий нас, резко начинается выжигание энергии, то есть, энергии затрачивается больше, включается адреналин, то есть, то, что должно, по сути, нас спасать. Но люди начинают выжигать эту энергию, этот адреналин, начинают выжигать на страхе, на то, что как бы паникуют, и они могут просто выжечь эту энергию, и они опустошены. Психологически, физически у них уже сил нет. А на самом деле, вот эти адреналиновые стыкачки, напряжение того, что какого-то ожидания, нужно резко, если там мы говорили про молитву, если нужно резко направить силой, а мы можем выбирать в своей голове, включать 5% сознательного, резко направить на решение, поиск решения. То есть, мозг подсознательно начинает включать животный страх. То есть, не просто лежать и болеть, да? А искать решение. 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 То есть, прямо это некая такая кнопка нашего сознательного, 5%, ее нужно включать. То есть, у нас природно включаются сами собой природные инстинкты. Орать, бежать, ударять, то есть, паниковать. Но, Шамиль Рифатович, у кого-то, вот я вижу, у нас очень много видео в интернете, я вот сейчас отпишусь от всего этого, от пабликов, где ты видишь, как люди приезжают в больницу, и они задыхаются, и у них вот эта вот паника, и это все накладывается. Человек, может быть, он еще может дышать самостоятельно, но из-за этой паники он уже просто в паническом, еще и ложится на кровать, там вообще лежать нельзя, нужно хотя бы сидеть. и это очень сложно все. Паника человека убивает. Даже здорового человека может спокоиться. Вот как вернуть себе, если человек впал в такое состояние, когда он задыхается, у него одышка, он чувствует, что ему не хватает кислорода, коронавирус, у него там хронические какие-то заболевания есть. Вот как в этот момент вот прям поймать это спокойствие и вернуться... Что касается момента, да, у нас был один сотрудник, вот даже просто живой пример, он один из ближайших моих помощников, и он как раз, когда первая волна была, он заболел. Но он опять же заболел. То есть главной причиной был он сам. То есть я всегда говорю высыпаться, не перегружаться, тепло одеться, предпринимать меры. Но это были самые первые недели, что по-моему, там март месяц или апрель. И он там пошел куда-то по каким-то там семейным делам легко одет, похолодало, вспотел, нес тяжелое, продуло, еще раз продуло. Он еще второй заход сделал. То есть в итоге, ну даже я абсолютно здоровый человек, я зная свое тело, чтобы ты вспотел, и даже тепло одетый вышел на холод, так нельзя. Когда человек вспотел, поры открываются. Как бы вы тепло не были одеты, через эти поры заходит холод. Холод активизирует воспалительный процесс, который у нас там есть. В любом случае, у нас воспалительный процесс есть. Проснутся все старые болячки, да? Вот в том-то и дело, то, что у нас воспалительные процессы в той или иной степени в спящем режиме, они есть. Это и гемории, в том числе, у кого-то там простатиты, у кого-то печень, у кого-то это межпозвоночная грыжа. То есть организм их держит, когда в нормальном, здоровом состоянии. А когда мы, то есть его подвергаем психологическому, резкому давлению, страхи, паника, либо мы его подвергаем холоду, либо нетосыпанию, бьем по нему, в этом случае болячки резко, то есть иммунная система опускается, болячки начинают поднимать голову раз, во-вторых, бактерии. То есть у нас их полно, мы постоянно дышим всем этим. Они хоп, начинают то же самое и раковые заболевания. Они же, раковые клетки постоянно образуются. Иммунная система их бьет, и на этом тренируется. Тренируется, тренируется, тренируется. Основное психологически. То есть даже известная история там, ну опять же, это не какой-то научный факт, но все равно прописываемая, известная такая, такой момент, то, что одна женщина была, которая всегда просто постоянно слушая что-то о том, что вот раковое заболевание, раковое заболевание, она постоянно искала, ждала этого. То есть вот у меня, наверное, любой симптом, ой, вот это, через лет 10 у нее именно это раковое заболевание произошло. Мозг управляет нашим телом. Поэтому, как я вначале сказал, если я прочитаю какую-то книгу, я чувствую напряжение, вот, например, на днях даже, вот опять же, я всегда читаю, у меня везде книги, всегда. И здесь я взял книгу, она, ей сейчас 92 года, это очень, на самом деле, умная женщина, очень продвинутая психолог, она сама еврейка, в 16 лет она попала в концлагерь. И на сегодняшний, она потом уже в 50-каком-то году переехала в Америку, она сама с Будапешт, по-моему, с Венгрии, оттуда, венгерские евреи. И вначале она настолько тонкая, как, то есть, Манн и Манн Фернбер издали эту книгу, очень грамотно сформулирован. Мне нравится вот эта внутренняя психология человека, то есть, как отношение ее с мамой, то есть, все вот эти традиции, еврейские традиции, как они питались, как они общались, отец спортной мало зарабатывал, то есть, столько всяких нюансов, но потом, хоп, и начинается линия, то есть, я остановился, я просто не мог, я перед сном так потихонечку читал, психологически очень интересное изложение, анализ, она уже потом, она очень сейчас известный психолог в Америке, и уже потом, через несколько десятилетий, она говорит, я смогла освободить себя от чувства вины, потому что ее родственники, они умерли в концлагере, а она осталась жива, тогда, когда попала, ей было всего 16 лет, и она говорит, несколько десятилетий, представьте себе, это вот даже, опять же, в контексте коронавируса, любой ситуации, мы, или вот, драмы, мелодрамы, ужасы, мы берем что-то плохое, мы сажаем это внутри нас, пусть даже, никуда не деться, в трагичных моментах очень много в жизни, очень много, они везде, но есть вопрос, как мы их видим, как мы их воспринимаем, как мы их понимаем, как мы их трактуем, и какое решение мы принимаем, то есть, все это знают, но никто это не применяет, к сожалению, и вот здесь она сама говорит, несколько десятилетий она закрыла внутри себя это и не открывала, не могла это все вскрыть и освободиться от этого, но потом, когда вскрыла все это, освободилась от этого, она на самом деле говорит, в итоге, то есть, я поняла, что я должна помочь другим, то есть, она сама исцелилась внутренне, но, я к чему это говорю, когда я дошел до 50-60-й какой-то страницы, мы всегда, супруга каждая, она на английском что-то читает, я на русском читаю, перед сном, и вот, когда ранним утром, то есть, там нагнетается ситуация, у них там, билеты уже были в Америку, все, но они не воспользовались, ну вот, бывает такую нерасторопность, вот опять же, интересно, с коронавирусом, моя супруга, мы были на карантине в Москве, я не помню, там, когда там, в апреле объявили этот карантин, неделя, вторая, третья, четвертая, она говорит, Шамид, мне надо уехать на природу, ну там, где ее родители, в Татарстане, где мы сейчас находимся, надо уехать детьми туда, наверное, три недели прошло, все хорошо, я там в своей эфире себе, в большой комнате организовал такой мини-офис, дети, у них занятия дистанционные, все нормально, но все равно, пусть даже там, четыре санузла, у мальчиков своя комната, у девочек своя комната, но все равно, это же питонные стены, на улицу не выйдешь, партии закрыты, и спасибо, то есть вот тогда Галкин очень большую гадость сделал, то, что наехал на Путина, на Собянина, именно закручивание гайк, сегодня Москва легко начала дышать, вот те закручивания, а для политиков, закрутить гайк очень сложно, это очень экономически, очень невыгодно, а в марте, апреле, если вы помните, народ говорил, о, это правительство выдумало, о, это правительство выдумано, это громадные потери, и финансовые, и психологические, и политического рейтинга, и чтобы вот так вот, закрутить гайки, это же нужна, реально громадная смелость, ты подставляешь себя, и люди это не поймут, кроме как через месяц, через два, или через три, и супруга тогда говорит, Шамиль, то есть я чувствую уже как бы, она говорит, мне сложно, даже сегодня, когда у нее спросил, он говорит, ты же помнишь, я говорю, вот что бы ты посоветовал, она говорит, я бы посоветовал людям уезжать из городов, то есть вот вы чувствуете ситуацию, вы чувствуете внутреннее, в том числе напряжение, вот куда можете уехать, и они просто тогда, самолеты не летали, это уже в июне они начали летать, вот одним из первых рейсов, я как раз полетел сюда, а я там в Москве остался, и она взяла четырех детей, у одного была учеба в Москве, пятерых детей, из шестерых, один остался на учебе в Москве, я остался по рабочим вопросам, а еще одного сына с собой оставил, да, на Рамадан, и вот четверых она как раз взяла с собой, они на поезде уехали, я еще беспокоился, как и что, все благополучно уехали, им облегчение, вот это вот, природа облегчения, все, и все нормально, то есть вот это, изолировались, но в тех условиях, которые приятны для вашей души, но даже если у человека нет возможности куда-то уехать, вы можете даже в пяти квадратных метрах, книжка ли это, аудиокнига, те, кто вас мотивирует, воодушевляет, только жесткий контроль, вы сможете создать эту атмосферу в вашей душе, потому что в душе и в мозге, там границ нет, это супер совет, супер совет, да, потому что, Амир Ильфактович, со всех сторон информация, я вот, вот я две недели болела, я только чувствую, что я выздоравливаю, я ночью засыпаю, у меня вроде температура спала, утром просыпаюсь, и открываю фейсбук, и там, знаете, как просто, ты читаешь вот хронику, здесь умер, тут умер, там умер, здесь умер, и ты понимаешь, что опять сгущаются тучи, становится плохо, ты начинаешь опять чувствовать, все симптомы, и все возвращается, и вы выжигаете уже с утра ту энергию, которая должна была вас оздоравливать, то есть у меня жесткий контроль, как я сказал, моего информационного мозга, не зря даже в хадисе сказано, кто на самом деле скромен пред Богом, тот пусть бережет свою голову, то, что в ней, что мы слышим, что мы смотрим, то есть убрать весь этот шум, да, это очень важно, но все поэтапно, что мы сказали до этого, вот этот хадис достоверный, очень, это в том числе одна из форм проявления скромности пред Богом, то есть по сути нам же на пользу, то есть все негативное убрать, и вы когда, то есть я вот хотите верьте, хотите нет, жестко, телевизора у нас нет, ни здесь на природе, ни в Москве, да, какие-то мультики, четко под контролем, по времени там дети смотрят, или вот там вчера они посмотрели кинокомедию, супруга всегда говорит, то есть потом обсудить, что полезное вы взяли для себя, хорошо, но вот моя страничка, одна, другая, то есть вот только то, что конкретно, вот непосредственно мои рабочие процессы, все остальное я не лезу, потому что это, я понимаю, что это заходит на мою территорию, начинает, то есть не самым лучшим образом на меня влиять, то есть у меня информационно, там вот заряжать, воодушевлять, расширять, все это есть, и вот слышать себя, эта книга называется «Выбор», про которую я сказал, это автор еврейка, и когда, примерно 50-я или 60-я страница, их с раннего утра, то есть родители уже получают информацию, что все уже, всех евреев уже забирают, то есть хотя бы в основном все уже успели уехать, у них были уже поддельные документы, чтобы уехать и так далее, и уже родители прямо вечером спорят друг с другом, то есть напрягают все вот эти болячки, семейных взаимоотношений, кто виноват в этом, на утро как раз, и вот звонок, они еще спят, и приходят как раз уже за ними, все, я закрываю книгу, я не могу, это меня напрягает, то есть я уже переживаю за ним, если до этого я анализировал психологические моменты, взаимоотношения родителей, дети, то есть как бы, и она как подросток, одно, другое, у нее были сложности в развитии, но здесь уже, вот это напряжение, напряжение, переживание, я сразу там одну, вторую главу посмотрел, когда они уже там приезжают в Америку, когда уже хэппи-энт. Да, но мне, мне нужно было вот, мне всегда нравятся вот эти вот тонкости, психологических моментов максимально глубоко внутри, так как она началась, все вот эти сложности проходила, проходила, и как сама, как психотерапевт, психиатр, то есть она как раз, как Виктор Франкл тоже, то есть она как раз на таком уровне, и статуса, в том числе в Америке, то есть она вот это смогла все это понять, и вот какие-то полезные фишки, это есть, но когда она заводит в свою трагичную историю, все, я как бы закрываю, все нет, я не хочу, переживание, напряжение мне не должно быть, пища для мозга, это одно, а напряжение, это уже совсем другое. А как научиться жить в позитиве? Я-то знаю ответ на этот вопрос, мне вообще не идет негатив, я вообще сама не люблю, но я была вынуждена, да, там неделю, я просто вот реально, это было сложно, неделю у меня была температура, и мне было плохо, я не могла вот просто, для меня это был шок, наверное, впервые в жизни, я так долго лежала с температурой, и я понимала, что я себя настроила, что я ровно неделю могу себе позволить поболеть, а потом я вот, как вы говорите, начну предпринимать все усилия. Я сделала флюорографию, проверила легкие, все, я спокойно, сегодня вот ПЦР сдам, я себя настроила на то, что я сейчас займусь своим иммунитетом, все будет хорошо, но есть даже среди моих друзей, знакомых, вот кто, мы каждый день, знаете, созваниваемся, я слышу, что человек уже две недели болеет, и она еще до сих пор, уже третья неделя, четвертая неделя, она до сих пор еще в этом состоянии, понимаете, вот как человеку выйти из этого состояния, все, ты переболел, ты уже здоров, твой иммунитет в порядке, вот как вернуться, если человек, ну сейчас вот практически, ну я думаю, процентов 80 казахстанцев, они попали в такую ситуацию, да, есть жертвы, и, ну их очень много, но вот как вытащить себя через эмоции, через эмоциональный интеллект, да, помимо вот, вы дали классный совет, отключиться от всего плохого, удалите инстаграм, удалите паблики, где вы читаете негатив, там, фейсбук, все удалить, и только вот позитивные новости, позитивные эфиры, позитивные люди, позитивных новостей не бывает, это позитивные эфиры можно оставить, позитивный пример, Динара Саджан нужно оставить, то есть в любом случае позитив, он есть, новости, они по определению позитивными не бывают. Ну хорошо, вот как теперь вернуться в нормальное состояние, если человек вот жил позитивно, а потом бац, попал в этот негатив? Да, советов много, вы тоже ими делитесь, говорите периодически, я, когда вы говорили, вспомнил одну, например, вещь, когда мне сделали операцию на сердце, в 12-м году, обычно после нее не поднимают в течение 15 дней, раньше так было, ну и люди, многие умирали, и здесь это замена клапана на сердце, и замена восходящей аорты, искусственной, и здесь, но последние там лет 10, потом мне немец врач сказал, то есть начали уже людей поднимать на 30 дней. Какой интересный нюанс, я всегда на позитиве, и я всегда говорю, то есть нужно и уметь прокричаться, то есть и просмеяться, и даже когда вот в карантине мы были в Москве, всей семьей, то есть я специально, то есть и покричим, и просмеемся там, и так далее, то есть просто включать, нажимать эти кнопки, прокричаться, просмеяться просто, заставлять себя, и после операции, то есть сделали операцию, я в реанимации, один день, два дня даже времени не знаю, то есть всего 3 дня я лежал, то есть полностью лежал, то есть и вот в какое время я уже в себя, когда пришел, уже проснулся, уже в реанимации, я позвонил брату, то есть у меня как раз был переводчик, позвонил брату, и смотрю, какое-то у меня странное состояние, то есть оно внутреннее, какое-то печальное, какая-то депрессия что ли, то есть ну совсем не мое, то есть опять же мой мозг, хотя он был, потом уже я понял, что было, то есть это ну совсем не мое, что это, и потом мне сказали, это просто остаточный эффект от наркоза, оказывается, то есть я не могу психологически, что это, оказывается просто наркоз, он до выходил из моего организма, хорошо, и вот как раз и первый день, потом уже, когда начал все, он уже вышел, там второй день, когда, ну я уже все больше улыбаюсь, смею, шучу, слушаю аудиокниги, опять же по настроению у вас должна быть там, та же самая музыка, по настроению, какая-то вас мотивирует к спорту, какая-то мотивирует ко сну, какая-то мотивирует наоборот успокоиться, послушать себя, или просто так, включиться в рабочие процессы, и на третий день, когда я встал, то есть я еще подошел, как раз, то есть там перед операцией посадили на стул, сколько вес там, там 65, после операции посадили, уже через три дня, когда я встал, через три дня посадили 62, то есть организм сжег за три дня, три килограмма, ну как бы в общем-то нормально, потому что ты не кушаешь, тебе просто только трубки некоторые, и я посмотрел на себя в зеркало тоже, был доволен, то есть я всегда улыбаюсь, когда вы смотрите на себя в зеркало, и улыбаться, и смеяться, то есть опять же, дети лета, супруга, муж, ситуации, обстоятельства, то есть я всегда, у меня всегда запас, разрядка, запас потерпеть, запас, то есть энергетический, что-то промолчать, здесь перевести в какую-то шутку, перевести какой-то позитив, запас, запас энергии, то есть мы для этого его накапливаем, в том числе, и вот когда первый день я пошел, меня два санитара сопровождали, и они, немцы, говорят, переводчику как раз, через переводчика, как вы себя чувствуете, я говорю, я чувствую себя, как стадо быков, то есть по сути дела, я только что встал, я потом через дня три поднялся, несколько ступенек по лестнице, у меня голова закружилась, хорошо, что санитары рядом были, то есть мне сказали, вы заново будете ходить, то есть у вас очень сложная была операция, но в этот же день, когда я встал, третий день только всего, когда мне спросили, как вы себя чувствуете, я сказал, чувствую как стадо быков, то есть не как бык, то есть это уже другой момент, то есть мы нажимаем на кнопки в нашем мозгу, тем, что визуализируем какие-то приятные моменты после выздоровления, мы читаем что-то воодушевляющее, мы смеемся, мы смотрим какую-то кинокометию, но при этом, в любом случае, мы должны слышать и свой внутренний мир, на тебя не должно быть, на тебя не должно быть, не зря говорится, то что, я часто это цитирую, и сам это постоянно применяю, постоянно, вот даже ударился, резко микрофон внутрь, это коранический текст, там сказано, если будете благодарны, Всевышний обдаст еще больше, хорошее, если будете неблагодарны, мое наказание суровое, Всевышний, вот ударился, или даже самое разное, у нас, например, когда шестой ребенок родился, он был неделю две в реанимации, он недоношен был, два месяца, с предыдущими никогда никаких проблем не было, а здесь сложности, сложные сложности, мы все меры предприняли, ровно, спокойно, заранее, хотя были заранее куплены билеты, в конце августа, поехать в Москву, мы заранее поехали, все равно понимаем, что-то тут не так, и нам сказали, что здесь сельской местности вам не смогут, то есть заранее все это будет, все это, то другое, то все, и когда мы даже, вот я помню, захожу, это реанимация, где дети, они в таких вот специальных, там, мне было приятно за Россию, как вообще все оборудовано, и это стоило там, несколько недель, и реанимация, и пребывание, там, по-моему, всего тысячу долларов стоило, то есть вообще, и дети, и вот мне врач, прямо в глаза говорит, то, что он не дышит сам, не ест сам, неизвестно, какие органы его тела включатся, а какие не включатся, он полностью на искусственном, и я, и супруга, люди порой говорят, вот надо курбан делать, целыми днями молиться, надо джуставать, я в каком режиме находился, я не алкоголик, слава Богу, никогда не употреблял алкоголь, чтобы что-то бросать, да, то есть, что-то там плохое не делаю, чтобы сейчас вот клясться перед Богом, у меня нормальный, ровный, стабильный, вот тебе земное, вот тебе вечное, вот набожность, вот правильность, вот здоровье, вот спокойствие, в таком же ритме, но эту ситуацию, которая может напрячь, и я и супруга, мы сразу жик, это мы не можем регулировать, все, отдаем Богу, внутреннее, абсолютно полное спокойствие, милости Вышнего, это включилось, то включилось, третье включилось, абсолютно здоровый ребенок, абсолютно, слава Богу, да, милости Вышнего, поэтому, вот, в разных ситуациях, мы нажимаем на кнопку, где-то это смех, где-то само себе, и даже тогда, искусственно, это можно делать, искусственно, то есть включать, Вы сами это вызываете, сами, то есть мы 5% сознательного, здесь под лобной кости находящихся, обычно люди это отключают, об этом постоянно пишут нейробиомы, люди живут как животные, хочу есть, мне кажется, что люди иногда так устали, от вот этой беготни, от этой суеты, и когда они заболевают, отдают себя в руки врачам, и просто инициативу, ответственность переносят на других, и отключаются, то есть все, вот вылечите меня, и все. Не то, чтобы они устали, в большинстве своем люди, вот то, что мы даже на семинарах мы делаем, люди учатся управлять собственной жизнью, управлять своим мозгом, своими привычками, своим сценарием жизни, большинство живут просто как получится, заболел, болеют, так вообще там вот так, не поймешь там, все возможные и возможные таблетки заглотают, вообще, то есть врач не всегда тоже может понять, потому что если вы свой организм не слышите, как-то врач не вам разберется, если вы в своем организме не разбираетесь, и многие вещи, их выявить на начальной стадии очень сложно, и правильный диагноз поставить очень сложно, и в первую очередь человек должен сам себя знать, для этого вести, если вы здоровый образ жизни ведете, вы если вы не заглушаете боль физическую, не заглушаете боль психологическую, вы работаете, вы слышите себя и физически, и психологически, и на всех этих моментах, на начальной стадии, вы предпринимаете те или иные меры, если вам нужно просмеяться, если нужно выспаться, если должно быть правильное питание, если нужно больше клетчатки, потому что, извиняюсь, у вас там кишечник, там целые сутки, или двое суток, вы не освобождаете, не освобождался он, то есть вы на эти все эти кнопки, есть больше воды, тут больше воздуха, тут больше активизировать кровообращение, это обычное управление своим физическим телом, то же самое в деньгах, то есть чему я учу людей, вот такие кнопки, это нужно нажимать, если вы ничего нажимать не будете, маркетинг так сделан, что вы все потратите, влезете в долги, будете банкротом, и винить будете власть, но вы же все сами это сделали, то есть люди не хотят брать ответственность за собственную жизнь, поэтому говорят, вот даже, мне несколько раз писали, там, что-то распыляют в Казахстане, или вот власть, это что-то, кто, как может, чтобы власть хотела, чтобы народ умирал, глупость какая-то, народ же, это как раз люди, которые работают, Европа, Россия, они стараются, наоборот, приглашать людей, потому что, ну, чтобы те сложные работы, которые местное население за эти деньги не хочет выполнять, другие там приезжающие эти работы, Но это люди, которые изначально не верили в существование коронавируса, теперь они верят, что это уже не коронавирус, когда они видят, что уже среди знакомых, родственников кто-то умер, они говорят теперь, что это кто-то распыляет, но это уже ладно, оставим, слава богу, таких людей не так много. Да, это важный момент, что, опять же, из категории, останавливать, то есть это вирусная информация, она как вирус, вот что я замечаю, самое тупое, глупое, невежественное, страшное, распространяется как вирус, и люди нажимают, они как животные нажимают кнопку поделиться, в том, что не имеет ни канонической, ни физиологической, ни какой-то природной, тем более медицинской правильности не имеет, но зато оно взрывное, оно орущее, оно кричащее, оно страшное, все, человек нажимает поделиться, и самые глупые вещи, самым быстрым образом начинают распространяться. Шамиль Алифатович, а вот как оставаться жизнерадостным, позитивным, здоровым, когда творится вот этот хаос, вот сейчас карантин у нас закончится, и люди есть, слава Богу, которые не заболели, у которых хороший иммунитет, но им все равно страшно, потому что вокруг, ну вот, которые болеют, чихают, кашляют, сейчас очень много похорон у нас, да, сейчас, кстати, у нас практически на похороны люди перестали ходить, потому что, ну, на похоронах очень много заражается, но есть уцелевшие, да, я их называю, здоровые люди, у которых поселился внутри страх, они боятся, они хотят жить, как раньше, но они боятся, вот как убрать этот страх, потому что я знаю, что страх, он как раз, вот, иммунные клетки, да, убивает, то есть иммунитет убивает, как оставаться нормальным, позитивным человеком, да, когда вокруг творится вот такой хаос. Мы говорили, страх парализует, либо мобилизует, и страх, я всегда проговариваю, перестраховка, то есть, или иные, когда я, мне нужно принять финансовые решения, я включаю страх, мне нужно перестраховаться, то есть, он дает, он снимает розовые очки, вы анализируете в бизнесе, или это, в любых других делах здоровья, вы анализируете худший сценарий и предпринимаете необходимые меры. И у вас есть какой-то запас, да? И опасности. Да, то есть, в любом случае, нет, то есть, всем рисковать, это когда люди меня спрашивают, вот, хочу заложить свое жилье для бизнеса, я говорю, вы своей головой думаете, вы там живете, наверняка бизнес ваш не поднимется, если у вас до сих пор, там, к 30 или 40 годам нет денег, чтобы начать какой-то малый бизнес, то вы вряд ли его начнете без ошибок и без банкротства. И что? И вы на улице останетесь? Поэтому, то есть, запасы одно. Вот, люди, чтобы страх. Но основное, интересно, Forbes, недавно российский Forbes.ru, всю статью не читал, я так мельком просматривал экономические парамоменты, то есть, основное, как раз, по Forbes, мне в том числе принимать какие-то решения, чтобы. И, там, был момент такой, что все говорили в карантин, в апреле, о том, что жизнь изменится, будет другой после карантина, но на самом деле не так. То есть, по факту, люди очень быстро не соблюдать дистанцию, очень быстро не защищаются масками и не одевают перчатки. Поэтому, даже вот здесь, маленький городок, где мы находимся, сельская местность, тут рядом маленький городок, там я, в том числе, детей туда вожу на занятия к учителям. И, там строго, вот, например, еще несколько недель, несколько недель назад в Москве уже начали ослаблять вот этот вот масочный режим и так далее. Ну, хорошо, но народ, опять же, толпа, они очень быстро ослабляются. А здесь, вот в глубинке, маленькие городки, там везде, просто, вот ты заходишь в магазин, без маски нет, нас оштрафуют. Там, по-моему, до 300 тысяч рублей, что ли. Не заходите без маски. Это правильно. Это правильно, это правильно. И вот, вопрос, перестрах, с точки зрения перестраховаться. То есть, вы, во-первых, не расслабляться. Люди, во-первых, нужно понимать психологический нюанс. Вроде все говорят, сейчас будут переполнены страхом и не будут никуда двигаться. Наоборот, к сожалению. На самом деле, очень быстро восстановится. И туи, и масса мероприятия, и много что. То есть, насколько эта власть будет сдерживать, но народ, опять же, большинство, это просто серая масса. То есть, они на животном, на снинце, опять потребление, увлечение, развлечение, они очень быстро потеряют даже этот важный и дающий перестраховку страх. Они даже его быстро потеряют. У нас так и было. Шеремель Фатович, я перебью вас. У нас так и было. У нас был жесткий карантин, и так как он длился очень долго, у нас люди устали, и после жесткого карантина пошла вот такая... Рыжка расслабилась. Помни. Быстро. Все сняли маски, все расслабились, все подумали, что коронавирус испарился. Да. Поэтому, то есть, психологически, все равно, люди быстро забывают об опасностях. Это и в деньгах то же самое. Человек банкротом был, он опять влезает в опасные. Просто чисто на животных инстинктах он не включает свои 5% сознательного, то, что мы сказали. Их нужно постоянно включать. Он просто на животных инстинкт все равно здесь пронесет или там как-то повезет. Поэтому нужно сразу психологию свою все равно учитывать. Мы быстрее расслабимся, нежели перестрахуемся. Это раз. Во-вторых, вот все эти появляющиеся страхи, их просто-напросто переключить на перестраховку. Например, вот мне нужно было уже, то есть, ну, я остался в Москве, я там месяц или больше, так чтобы так долго далеко от семьи быть у меня не было. И вот как раз первый рейс был аэрофлота, по-моему, первого или какого-то второго июня, я вылетел, мне было приятно. Настолько все изолировано в аэропорту, все в масках, все четко, все расставлено, то есть вообще, ну, супер молодцы. Все четко организовано, как бы властями там или руководством аэропорта я из Внукова вылетал. Безусловно, уже через несколько недель после этого, когда я летел, люди потихонечку быстро расслабляются. Нужно не расслабляться. И в Китае до сих пор носят маски, хотя у них уже карантин давно-давно снят. Там до сих пор носят маски. Поэтому вот это перестраховка, вопрос перестраховки. То есть маска и чему я сказал по поводу поездок? Я сам для себя решил, и я так обычно и делал в том числе. Когда я хоть чуть-чуть чувствую какие-то симптомы, 500 миллиграмм витамина С. Если у меня перелет, 1000 миллиграмм. То есть, да, я кому-то говорю, кто-то мне начал писать, что там в Казахстане сейчас вообще-то витамин С закончился и так далее. Уж не знаю. Но... Астамол закончился. Да. Но здесь вот есть понятие один мой знакомый медик. Он всю жизнь там хирург и так далее ему за 50. Он переболел коронавирусом на первой волне, потому что они принимали этих больных. И интересно, мой один знакомый с ним созвонился тоже и потом рассказывает. Он говорит, ну вот ты переболел, дай им совет, что делать? Он говорит, бери бумагу записывай. Говорит, что? Высыпаться. Быть спокойным. Не нервничать. Не нервничать, не напрягаться и так далее. Витамин С, витамин Д. Правильное питание. То есть, по сути дела, элементарные, обычные советы по здоровому питанию. Когда ваша нервная система спокойна, ваше тело получает сон ночью там примерно 7 часов обязательно все равно. Даже люди, если работают, обеденный перерыв, съел свой банан или свое яблоко, 20 минут, 30 минут заснул. Хоть как, хоть в машине, хоть на рабочем столе. То есть, тихий час. Сон обязательно. Нужно кому-то 8 часов? Да. Кому-то 9? Да. Ну, 12 это уже вредно. Поэтому витамин С тот же самый. Витамин Д смотрите тоже. Тоже очень важно. И как бы, как его называют гормоны. Да. И много двигаться. То есть, обмен веществ. И кишечник должен работать как часы. Потому что, если задержка идет по кишечнику, мы сами отравляем свой организм и это напряжение на иммунитет. Он должен четко работать как часы, поэтому как можно больше зелени. Самая простая зелень, там морковка, там всякая самая разная зелень, кабачки. То, что будет ощелачивать, да, организм? С одной стороны ощелачивает, с другой стороны клетчатка. То есть, щелачивание это одно. Второе клетчатка, чтобы организм, кишечник, в данном случае, работал на все 100% четко. Шамиль Фадович, последний вопрос. Какие книги, в том числе ваши, вы рекомендуете сейчас прочитать, прямо сейчас, срочно, аудиокнигу или заказать, для того, чтобы прям... Мир души, да? Я посмотрел, здесь есть тема даже страх. Она очень интересная, классная. Я даже думал процитировать, но не буду, посмотрят сами. Она есть в аудио-версии, причем люди слушают, говорят вообще, потому что она в звуковом сопровождении, моим голосом, профессиональный звукорежиссер, все это в звуке делал. с музыкальным... Это где? На Литрес можно заказать? Саму книгу, то есть аудиокнига есть только на умабук.ру. А, умабук.ру, окей. Умабук.ру, только там есть аудиокнига, только там есть электронная версия книг. Мы больше никому не отдаем. А печатная, все крупные интернет-магазины продают эту печатную книгу. Амир Фадорович, еще один вопрос. И помимо вот вашей книги «Мир души» вы порекомендуете, а еще какие книги? Нет, помимо моих, мне сложно сказать, не знаю, там уже человек должен сам, с учетом того, что я сказал, только позитивные книги, да? Да. Ну, опять же, вопрос позитива. То есть вы это часто употребляете слово, я его не особо, потому что, ну, оно такое забитое немного слово. Все говорят о позитиве, но по факту у них почему-то в жизни позитива маловато. То есть я больше за смех, смех, максимальный смех и прокричаться. Искренненько, опять же, по тому, чтобы мозг работал на вас, это триллионер думает и триллионер слушает. Вот с точки зрения позитива, это триллионер слушает, это просто там невероятно. Это 650 страниц мощнейшей информации, просто без страниц такой заряд заряд громадный позитив. У них есть только электронные версии на умопух.ру и есть печатные версии, да, тоже. Я проходила ваш трехдневный вебинар и у меня была затем консультация, поделюсь со зрителями, 20-минутная личная консультация. Мне понравился совет, который вы мне дали. И вот среди этих трех советов как раз тоже был совет, вы сказали, Динара, хватит заниматься всем подряд. Занимайтесь только собой, своим здоровьем и детьми. Все, хватит. И действительно, я вот пытаюсь там много слишком информации получать. Я вот сейчас тоже, слушая вас, для себя сделала вывод. Мы сейчас собираем деньги на кислородные концентраторы, заказали их. Вот я хочу с Аймур Турсунбаевой, мы их доставим, отдадим. И затем я, наверное, тоже возьму детокс в фейсбук, инстаграм и хочу тоже как-то сосредоточиться на себе, да, потому что когда ты очень много негативной информации поглощаешь, это действительно забирает твою энергию. Вот с этим я согласна. Но это не значит, что вы отключаетесь от внешнего мира. Нет, я не отключаюсь, но я делаю акцент. Вы видите, сколько вам слов благодарности люди пишут, вы людей воодушевляете, вы интересно делаете прямые эфиры и так далее, и так далее. То есть вы своей активностью хороший пример для других людей. Это важно. Просто нужно отфильтровать все свое особенно информационное окружение. друзья ли это, информационное окружение. То есть это нужно все отфильтровать с учетом того, к чему вы хотите в итоге прийти. С учетом того, как вы хотите жить. И опять же, нужно всегда чувствовать. Например, у меня, как я говорил, внутренний вот этот мир, внутреннее состояние. Как только я чувствую малейшее внутреннее напряжение из-за того, что одно дело, второе, третье, какой-то звонок, еще что-то. Все. Я сразу полностью выключаю телефон. Полностью. Не на беззвучном. полностью. И моего номера практически ни у кого нет. Вот никто обычно никогда не звонит. Практически ни у кого моего номера нет. Поэтому здесь вы занимаетесь конкретно. То есть вы берете много чего. Фильтр. Фильтр нужен, да? Вы четко фильтруете, но потом жестко этому фильтру следуете. И вы с точки зрения полезности для вашей аудитории, в том числе, резко пойдете вверх. И для вас это будет такой обмен. И они вам будут говорить спасибо. Вы будете им помогать. И вы тем самым, то есть самыми такими интересными фреш-фишками для жизни, все это для себя открывая, для себя это все применяя, делитесь этим. И вот это, наоборот, еще больше даст пользу как от вас другим, так и для вашей жизни. Шамир Ифатович, спасибо вам большое. Вот нам не хватало. Я с понедельника прям ждала этого эфира, как глоток свежего воздуха, потому что мне реально не хватало, знаете, вот этого позитива, этой энергии. Я прям чувствовала, что я есть, существую, тело есть, но энергии нет. Я даже через музыку, мы с детьми ставили музыку, я ставилась, вспоминала там песни из детства, чтобы как-то, знаете, вот себя немного разбудить, спорт включила, потому что я поняла, либо я сейчас себя вытаскиваю, да, либо я буду так лежать там еще долго. Поэтому, Шамиль Фаджи, спасибо большое. Еще один последний вопрос, когда у вас в ближайшее время? Здесь нюанс, смотрите, тонкость очень. Когда вы чувствуете, то есть опять же, я слышу, свой организм в этом плане тоже очень важно слышать. Иногда даже дела как бы задерживаются или по-тихому часу задерживаются. Очень важно. И вы должны отличать и научиться. Отличать, где у вас лень, а где у вас переутомление. При переутомлении включать музыку и активизировать себя это нельзя, потому что вы наоборот ослабляете иммунитет. Это важно. Не переутомляться. Последний вопрос, Шамиль Ильфатович, когда у вас в ближайшее время будут вебинары, семинары, тренинги, куда можно записаться для того, чтобы тоже как-то себя, скажем, воодушевить? Ну, ближайшее, это все скажут, рекламу, наверное, Шамиль попросил. Нет, 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 я сама просто удивляюсь. Я Динари удивляюсь, она творически говорит про мои тренинги. То есть спасибо, но при этом это всегда от нее исходит. Ближайшее это будет 25 июля. Он чисто по финансам, но по финансам я порой говорят, а вот я там дома нахожусь, не работаю, а вот я в декрете. Или вот я там студент. Я говорю, послушайте, все сталкиваются с финансами. И тем более, я своих проводил с 10-12 лет через такого рода тренинги многодневные. Почему? Потому что мы закладываем базис. Если правильный базис, у вас будет нормально все со здоровьем. Правильный базис будет нормально с деньгами. Поэтому здесь вопрос, у нас 6 вебинаров по финансам. Забег 45 дней. Стартуем 25 июля. И там, когда люди говорят, специальное образование нужно ли и нет? Нет. Нужны ваши мозги и включение. И потом уже люди говорят, ну, после 2-3 вебинара, я не ожидал, что Шамиль может так говорить о деньгах. У меня прямо, все аж мозги просто сверкают, тут что-то невероятное. Потому что есть важный нюанс. То, что психология денег, все эти уровни подсознательные, слой за слоем, когда человек себя вскрывает через эти задания, оказывается, это не проблема. Это, наоборот, громадная возможность и божественная милость. И неважно, кем человек работает, учителем, я не знаю, там говорят, бизнесмены, у них только деньги. Да нет, абсолютно. У любого человека это может быть. Весь вопрос, да, много-много-много. Научиться управлять финансами. Вот сотни фишек, которые и здесь, и вокруг. И когда человек начинает это включать, оказывается, как наше здоровье, оно, по сути своей, совершенное, если мы за ним смотрим. Наша психика, совершенное, если мы за ней смотрим, применяем нужные вещи. Так же и финансы. Это все легко, если правильные вещи применятся. 25 июля. Все. Спасибо большое. Вся информация есть на вашей странице. Да, это сайт триллионер.лайв. В инсте тоже триллионер.лайв. Подробно на сайте все это расписано, да. Все. Шамиль Альфадович, последняя просьба, сохраните этот эфир, чтобы я смогла его скачать. Да, аминь. Я надеюсь, технически. Спасибо большое, друзья. Огромное вам спасибо. Полного вам выздоровления. Спасибо. Полного выздоровления всем казахстанцам. В Кыргызстане тоже сильная волна. Во всем мире даст Бог, иншаллах. Пусть вышла с божественного благословения, чтобы иммунитет всех тех, кто переболел, укрепился, чтобы они не начали себя чувствовать инвалидами, что им говорят, вот такая часть там все уже легкого не работает. Специальное упражнение для легких. У меня тоже очень было после операции на сердце. Специальное упражнение для легких. Специальное отдыхание. То есть можно, наоборот, иммунитет укрепить, проходя через такого рода заболевания, даже переболев этим. Поэтому и полного выздоровления, и подъема на новый уровень, и казахстанцы должны четко для себя знать. Они в немалой степени для Средней Азии, пусть не обижаются, не Узбекистан тоже молодцы, Кыргызстан тоже молодцы, Таджикистан тоже молодцы. Все молодцы, бывший Советский Союз. Но казахстанцы в конкретном локомотиве, то есть они движут конкретно вперед, и им здесь расстраиваться, жалеть себя или жаловаться нельзя. Только прем как танки укрепить иммунитет и физически, и психологически. Все будет просто супер, иншал. Спасибо большое. Будет сделано, Шамир Ифатович. Рахмет. Спасибо большое. Друзья, с вами был Шамир Ифатович Аляудинов. Все, сохраняйте эфир. Спасибо. 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 Спасибо.